В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. В столичном метро полицейские сдержали двух зацеперов любителей покататься на поезде, но не внутри, а снаружи. Друзья залезли на сцепку последнего вагона и, рискуя жизнью, проехали несколько остановок. Вот конец их приключения. Станция театральная. Получив дозу адреналина, молодые люди решили сделать перерыв. Вот они сидят на лавочке. Через минуту к ним подошли полицейские. В отношении одного из задержанных, 19-летнего жителя столицы, составлен протокол об административном правонарушении. Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Второму молодому человеку, 16-летнему подростку из подмосковного города Видное, вменяются также административные правонарушения. Ответственность понесут и родители несовершеннолетнего подростка. На юго-востоке столицы семейный конфликт закончился избиением. Пострадавший в больнице три его обидчика в полиции. Вот у подъезда мужчина с девушкой. Это его пачерица, как будто кого-то ждут. К ним действительно подъезжает машина, и из нее выходят трое молодых людей. Они здороваются с мужчиной и даже поначалу о чем-то мирно беседуют с ним. И тут совершенно неожиданно один из парней бьет потерпевшего кулаком по лицу. Финал потасовки остался за кадром, но он известен. В ходе разбирательства трое мужчин избили потерпевшего, который является родственником одного из нападавших. Потерпевший госпитализирован с множественными травмами медицинского учреждения. Согласно справке, его здоровью причинен тяжкий вред. Девушка даже не попыталась заступиться за отчима, которого избивал ее муж с приятелями. Злоумышленников задержали. Ими оказались трое 30-летних жителей Подмосковья. Завязался разговор, следствие чего произошла драка. Он был один, вы били его втроем. Я ему ударил с ноги в ранее пиловище, и мы развернулись. Хотели вроде поговорить по-нормальному, получилось немного криво. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью троица грозит до 12 лет тюрьмы. А теперь время традиционной рубрики «На земле». Узнаем, как проходят ночные дежурства столичных патрульных. Мой коллега Максим Ларин отправился на юго-запад Москвы в Гагаринский район. И вот его репортаж. С такого необычного происшествия начинается ночное дежурство у патрульных Виктора Дубашова и Андрея Завертяева. Мы приезжаем по адресу и действительно, возле лифта находим пустой рюкзак. Вещи валяются на полу. Каких взрывоопасных веществ. Ниже кошелёк. Даже с деньгами. Очевидно, кто-то просто забыл вещи в подъезде. Не исключено, что хозяин рюкзака был в изрядном подпитии. Доставим дежурную часть. Хозяин обратится. В рюкзаке полицейские нашли папку с бумагами, благодаря которым стало ясно, кому может принадлежать рюкзак. Ну что ж, позволю себе обратиться к владельцу данного рюкзака. Очевидно, вы каким-то образом связаны с Московской Духовной Академией Русской Православной Церкви. С вашим рюкзаком всё в порядке, все личные вещи на месте и будут дожидаться вас в ОМВД по Гагаринскому району Москвы. Дежурство продолжается. Сообщений о новых происшествиях пока нет, но у нас вынужденная остановка в одном из дворов. Сегодня просто вечер забытых вещей. Вот здесь на тротуаре кто-то оставил коляску. Ничего криминального, но полицейские обязаны проверить. Ни взрывчатки, ни запрещенных веществ в коляске нет. А значит, можно возвращаться на маршрут патрулирования. Дворники найдут и применение. До полуночи в Гагаринском районе было спокойно. А потом дежурная часть снова запросила патрульный экипаж. Улица Строителей, 4, корпус 7, громкая музыка и поют песни. Гитарные переливы и нестройный вокал доносятся с цокольного этажа. Вот за этим окном веселье в самом разгаре. В этом помещении находится творческий клуб. А вот и его постоянные посетители. Немного навеселе, но спокойные и миролюбивые. Мы люди законно послушаем. И все, время перерыва сейчас ночью. Да, да, мы обнимаем. Пожалуйста. Мы заканчиваем и уходим. И все же количество выпитого дает о себе знать. Все, давайте. Мы вам споем, что ли? Нет, не надо. Вы нам споете в следующий раз, когда будет время законное. Я только что песню сочинил. Мы вас поздравляем, обязательно послушаем, но в установленное законное время. Музыканты обещают разойтись в ближайшие несколько минут. Данным гражданам было сделано замечание. И также мы их предупредили, что в случае повторного вызова им нужно будет проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У нас задание от дежурной части. Необходимо доставить следственно-оперативную группу на место преступления. Инспекторы ГИБДД остановили таксиста для проверки документов. Выяснилось, что водительское удостоверение у мужчины поддельное. Из машины, точнее, вытащили документы на мойке. Машину мыл. И после этого я, получается, отправил документы в соцсети разные, что мы берем находок, чтобы документы найти. И на меня вышел человек, мне позвонили, сказали, вот так, вот так, так, короче, мы нашли ваши документы. А дальше, по словам задержанного, случилось то, чего он не ожидал. За вознаграждение права ему вернули, вот только не настоящие, а фальшивые. Даже не подозревал, не в курсе был, что документы могут быть подъемлены, что вот таким образом обманули, да? Сейчас правоохранители найдут понятых, и в их присутствии следственная оперативная группа изымет поддельное водительское удостоверение у таксиста. Правдивость его истории оценят дознаватели. Мужчина рискует отправиться на два года в тюрьму за использование поддельного документа. Максим Ларин, Сергей Мельянов, Петровка, 38. Подмосковье обычная проверка документов закончилась для водителя машины и двух его пассажиров уголовным делом. В автомобиле инспекторы ГИБДД нашли карабин, ножи и топор со следами крови. На допросе поддельники во всем сознались. Александр Белогуров выслушал задержанных и узнал, что они делали ночью в лесу. В кабинете у следователей этот мужчина делает шокирующее заявление. Он убийца. Что вы сделали? Не, убил зверя. Убитым зверем оказался олень, на которого задержанный вместе с двумя приятелями устроил охоту в Московской области. Ночью инспекторы ГИБДД заметили на обочине автодороги припаркованные автомобили иностранного производства, в котором находились трое мужчин. При проверке документов граждане вели себя подозрительно и сильно нервничали, в связи с чем сотрудниками ДПС было принято решение провести осмотр автомобиля. Это кадры оперативной съемки. Инспекторы ГИБДД проверяют содержимое багажника подозрительной машины. Разрешение. А в ответ тишина. В багажнике полицейские обнаружили два ящика с разделанной тушей животного. Карабин, патроны, четыре ножа и топор со следами крови. Мужчина, который сознался в убийстве животного, попытался выгородить своих приятелей. Рассказал, что взял их с собой исключительно для того, чтобы они помогли разделать убитого оленя и погрузить тушу в багажник. Но двое других задержанных не стали придерживаться этой версии. Во всем сознались. За что задержан? За незаконной охоте. Мусор признаешь? Да, признаю и расстраиваюсь. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Все участники ночного сафари стали фигурантами уголовного дела о незаконной охоте. Им грозит миллионный штраф или лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Александр Белогуров, Андрей Черненок, Петровка, 38. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. В Красноярске задержан мужчина, на совести которого как минимум 13 обманутых стариков. Все потерпевшие думали, что их родственники попали в аварию, поэтому срочно нужны деньги. За сбережениями и приходил задержанный. У потерпевших он забрал более трех миллионов рублей. Почти все деньги он перевел организаторам аферы, личности которых сейчас устанавливают полицейские. В Новосибирске транспортные полицейские задержали 27-летнего мужчину, который вблизи железнодорожных путей делал тайники с наркотиками. Оказалось, дома у него целый склад запрещенных веществ. При обыске стражи порядка обнаружили почти полкилограмма гашиша, кокаина и метилофедрона. Задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Из мест лишения свободы он освободился в прошлом году. В ближайшее время драгдилер снова отправится за колючую проволоку лет на 20. 60-летний житель Кемерово перебрался спиртным и забросал кирпичами две припаркованные иномарки. Ущерб более 120 тысяч рублей. Когда мужчина протрезвил, это событие стерлось из его памяти, поэтому объяснить свой поступок он не смог. Теперь задержанному грозит до пяти лет трезвости за колючей проволокой. Его будут судить за умышленное повреждение чужого имущества. За преступные спектакли на дорогах отправятся под суд пятеро приятелей из Иркутска. Банду так называемых автоподставщиков обезвредили полицейские совместно с коллегами из ФСБ. Аферисты инсценировали аварии и получали от страховых компаний выплаты. Все подробности у Юлии Ковалевой. Иномарка врезается в припаркованный автомобиль. Казалось бы, обычная авария. И сейчас на место приедут инспекторы ГИБДД. Но для участников ДТП обернулось всё по-другому. Но на самом деле они не участники ДТП, а режиссёры-постановщики. Только не в кино, а на дорогах Иркутска. Пятеро товарищей инсценировали аварии, чтобы обогатиться за счёт страховых компаний. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке коллег из Росгвардии. В момент задержания один из участников группы попытался избавиться от денег, предположительно добытых преступным путём, выбросив их из окна своей квартиры. На пяти мнимых авариях злоумышленникам удалось заработать 5 миллионов рублей. При обысках полицейские обнаружили и выручку, и 10 автомобилей, которые участвовали в подставных ДТП. О каком мошенничестве идёт речь? Автоподстава. Занимались какой-то такой деятельностью? Один-два раза, да. Подельники мужчины на допросе стали изображать недоумение. Дома сползать и шаги. А что конкретно совершили? Пока ещё не знаю. Почему сейчас в главном следственном управе не находитесь? Без понятия. А этот товарищ немного растерялся и не сразу вспомнил марку своего автомобиля. Какая машина у вас? У меня Nissan Adder рабочая. А нет, у меня же этот Infiniti. Из своих разбитых иномарок всех пятерых мужчин пересадили в патрульную машину и отвезли сначала в суд, а потом в СИЗО. Теперь подозреваемым грозит 5 лет разбитой жизни. Эти годы они проведут в колонии за мошенничество в сфере автострахования. Руководитель управления внутренних дел по западному округу Москвы Борис Шейнкин посетил в больнице раненого сотрудника. Полицейский Василий Багун пострадал при выполнении служебных обязанностей. Вместе со своим напарником он, рискуя жизнью, задержал вооружённого мужчину. Денис Бушуев расскажет обо всём по порядку. Позади операция, а впереди реабилитация. Но патрульный Василий Багун быстро идёт на поправку. Врачи достали из ран стража порядка целую горсть свинцовых шариков. Это дробь из охотничьего ружья. У него ещё в плече осталось, в правом плече, там две штуки, и в ногах ещё будет осталось. Право-левый. Но они не стали удалять, потому что на их хирург посмотрел с хирургом. Они говорят, когда отторжение начнётся, они сами будут вылезать, и тогда уже подхватим их и удалим. Василий Багун получил ранение 9 октября. Вместе с напарником он приехал на вызов к дому по Ярцевской улице. Мужчина из ружья стрелял по машинам, а увидев полицейских, тут же переключил своё внимание на них. Стражи порядка даже не успели выйти из патрульного автомобиля. Попал в стекло выстрел. Я заметил, что стреляют, могу путать чуть-чуть, со второго, с третьего этажа. Крикнул своему водителю. Вылезаем с машины. После чего, как он выскочил, начал меня тащить, прогремел второй выстрел. В этот момент полицейский уже почувствовал жгучую боль в ногах. Стражи порядка заняли позицию за машиной со стороны водительского сиденья. Стрелок выбежал и начал палить из ружья уже в упор. Когда он собрался перезарядить оружие, патрульные решили действовать. Сергей Евстратов ответным огнём ранил стрелка. После этого злоумышленник был задержан. После данного происшествия я почувствовал, что у меня задет палец. Обратился в свою поликлинику, где меня приоперировали. Госпитализации не потребовалось. Уже на следующий день Сергей пришёл навестить своего напарника. Приехал в больницу и начальник УВД по западному округу столицы. Он поблагодарил патрульного за смелость и решительность. Ради фотографии с начальником раненый полицейский решил встать с постели. Значит, выписка точно не за горами, пошутил генерал. Хороший прогноз дают и врачи. А вот для задержанного стрелка начинается долгий следственный процесс. 54-летнему мужчине за посягательство на жизнь полицейского и за хулиганство грозит внушительный тюремный срок. Денис Бушуев, Максим Ларин, Андрей Черненок и Денис Сорокин. Петровка, 38. На этом всё. Спасибо, что были с нами. До встречи.